вот у нас крышка лежит греется на солнышке не смотря на свои шубы только хорошего это вот мы только что пообедали стали посуду мы братья сидят вот у нас сегодня после воскресного благослужения часть дня были занятия по изучению священного писания по исследованию и вот я сравниваю эти занятия с проповедью нашего сфи архимандрита засимы бывшего настоятеля свято-васильевского монастыря в селе никольска и волновакского района донецкой епархии бабушка всегда говорил ссылаясь на библию но привязывал эту библию эти слова христа спасителя послания постанов к нашему современному времени и получилась получалось так интересно так живо его поповеди проходили что мы их слушали на одном дыхании то есть он связывал ветхозаветную новозаветную эпоху с настоящей эпохой в украине которая происходила давал оценки тем событиям которые происходили в нашем государстве во свете библии и я провел эту аналогию с тем что происходит на занятиях у вас по изучению священного писания но вот и меня иногда смущают постигать разочарование когда ты думаешь вот в селе потеряют все набожные все хорошо знают писание и вдруг я знаю что человек уже годах очень солидный и тоже допускает ошибки в знании священного писания когда утверждает что господь иисус христос запрещает смеяться улыбаться улыбаться даже улыбаться ну я так понимаю что век живи век учись но самое главное что не наставим на свои машины и мне понравилось что все таки бабушка сказала но если я где-то ошибаюсь а потом изменился скорее все таки произойдет но я вот они верю эти люди упертые под самую это шляпку их оттуда не вытащишь потому что на первом месте всякие присказульки как у аморсия юрасова вот она придумала и на этом стоит я привожу пример вот смотрите арсений великий великий о чем он прославился что молчал и монахи воздвигли его выше чем если бы он не молчал это воспитатель царских сыновей у императора пеодосия аркадий и гонорий были нашли такого одного человека на две половины западно-восточной части империи и она даже за правильность аркадий отпадал так что розыгрыш следы оставили на всю жизнь и он сказал как только отец умрет я буду император я его сразу убью ему это донесли и он бежал переоделся в нищего высказан из двора и дальше ушел и ушел в пустыню в дальние концы и ни с кем не разговаривал никто не знал кто он ему было сказано беги и молчи кто сказал голос какой-то там кому он приписал а у него знания были каких не было ни одного в империи и духовное и телесное и математику философии и ораторское искусство все замолк и наконец он вжился и все что знал все писание подчинил тому голосу который говорил беги и молчи скрывайся молчи вот этого я сильно удивлял я не верю что это от бога к нему приходили монахи длика и он ни с кем не беседовал ни слова он шел в молитве когда воскресенье было становился в дальний угол где-то лицо закрывало никто не видел но его прославляют и вот так был моисей один разбойник бывший тот всех принимал беседовал ласкал а по ночам огромного роста был таскал издалека воду и иноком капшины нападал водой и у него всегда было весело иным куринцам у этого никогда не было он осуждал это все и вот они спрашивают богу а кто угоднее и показывает моисей плывет и ангелы управляет штурвал а вот показывает этого арсения у него двух святой управляет это выше не сравненно даже выше монахи вопрос задали ни писания ни библии ничего нету нету и такие люди приходят и монахи сидят на берегу а что вы делаете отдыхаем а что за шум шум это камыш шумит монах не должен даже шума камыша слушать он этим услаждаются понятно он в каждой дудочке может что-то увидеть и поминается про одну монахинию а она жила в низовьях нила где разлип его бывает 30 лет там самые прекрасные по виду закаты и восходы солнца и она ни разу не взглянула на них это в заслугу ставится да где это писание говорит и звезды и луна и солнце славят господа и то другое находишься на звезды смотреть нельзя я вопрос я вычитал книгах его вопрос и ответ я тогда открываю библия говорит славьте бога звезды славьте бога солнца луна то есть выдулка и то о ком вы говорите человек я рассказал в случае у меня записка поступила про слуховой аппарат а я на слуховой аппарат и пример дала жизни как этому старцу замечательный аппарат такой сделать что его не видно он пришел уже отблагодарить своего благодетеля а сам купил все мастера и то только и спросил а домашняя рада теперь что кричать на тебе не надо он говорит а я им не сказал а почему а зачем за последние 4 месяца 4 раза изменил завещание то есть он все слышал что про него они говорят я то рассказал ну и кто то там улыбнулся улыбнулся сказал и она сразу что ха 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 грохотали нет конечно все прилично было она сразу к этому делу она не расположена ко мне за псалдырь богородицы я его раздавил буквально и она сразу отходит а как это так слово божие а вы смеетесь написано в библии что улыбаться запрещено в евангелии где написано я не знаю я найду я не найдешь ты покаешься перед народом что ты не знала ошиблась солгала аучи с лжецов озере огненным тут я маленько осёк она еще тут стала говорить тоже не по писанию то есть ни одного места по писанию не знает она привязана к богородице и ко всем апокрифам богородичным ну ничего я должен ее поддерживать у нас хорошее отношение вдруг она изменила отношение мгновенно ко мне при том одностороннем порядке я так и так и отношусь чего на это смотреть каждый сеет сам в своем поле что посеешь что и пожнешь из этого я сделал такой вывод что какая большая ответственность лежит на людях старого возраста потому что они как бы авторитет перед молодежью по своему опыту жизни если не что то говорят то многие люди принимают на веру если сами не сведомы в том или новом вопросе как допустим вопроса знали священного писания если ты не знаешь его и слушаешь человека который с уверенностью говорит о нем то ты думаешь что он говорит правду а бывает что в этом случае и вымысел и тут весьма кстати слова царям Protest�авида которыйstroke 118 солм enslaved стих сто тринадцатый сказал что вымысль и человеческая wollten что я ненавижу а закон то я люблю все-таки какая-то глубокомусленная мысленная фраза, она сразу дает оценку, высказывает того человека, который сознательно или бессознательно излагает ложные мысли, ложные суждения, которые не соответствуют истине. И у меня еще такой вопрос, Геннадий Тихонович, о родстве духовном и родстве семейном, вот оно, это не первый поставленный вопрос, но он периодически возникает в жизни каждого человека. С другой стороны написано в Священном Писании, чтобы мы, родители, заботились о своих детях. А с другой стороны написано, что если ты возлюбишь больше своих родителей или детей, сказал Господь Христос, то ты не достоин идти за Мною. Вот как еще. И как найти эту золотую середину между заботой о своих детях и, кстати, до какого возраста они дети, бывает так, что дети уже давно совершеннолетние, имеют свой доход, заработок. Но относятся к тебе, как, скажем, ребенок в детстве. Папа дай, мама дай, но это в порядке вещей. И это духовное родство. Вот почему люди больше тянутся в такие сообщества, которые близки им по духу, и порой, порой очень бывают, ну, скажем так, нейтральные в отношениях, и даже неприязненные отношения бывают между людьми одной крови, одного родства. Вот как гражданскую войну. Брат против брата, сын против отца, если они разделились по политическим целянам. Почему? Вместо Христу не данное. Поэтому определителем отношений выгода существует какая-то естественная тяга природная и все. Для духовного человека в духе живущем святом вопрос даже не ставится. Я скажу, я как-то его веру, для меня расход потерял всякую силу. Совершенно. У нас пять братьев, пять сестер, я больше никогда никому не поехал. А зачем? Верующие, если им надо, они сами приедут. А они верующие. В отца встретились как-то, ничего кроме недоброго нет. Они стоят на своем, на безумии. И что интересно, все померли, которые были против. Вратстве. А я живу, почему Бог знает. Ответ один. Я избрал вас, говорит Господь. И перевел нас в другой лагерь, в другой клан. Мы дети Божьи. Мы избраны им для подвига веры, для проповеди, благовестия. А люди ничего этого не знают. А рождение они знают вот натуральное, как скотина, когда рождает, осеменилось. Я такой вопрос и не ставлю. Для меня в первый же день, как я умею, я стал переписывать Новый Завет. Места Писания. Какие отцу места? Кому? Брату? Матери? Я, наверное, не один раз Новый Завет. Я писал Питву и как раз переписывал вместе. А до себя целую тетрадь вы бы о том не, о том не, о том не. Кому надо, те приняли. Брат-примус стал священником. Сестра умерла. Другая там за дьяковом. Дело Божие. Я вопросов эти не задаю, потому что это так естественно. Человек, который был в пустыне и погибал, почему ей нравится быть у источника воды, у родника, в афис какой-то. Вопросов и нет. Это жизнь, а там смерть. Там я еще не разговариваю, не делюсь. Вот так. У меня еще такое суждение появилось. Вот я когда сюда ехал к вам, у меня были две цели. Первое, главное, это посетить ваше село, воочию посмотреть, говорят, лучше раз увидеть, хотя я видел по видеороликам, чем сто раз услышать. А вторая цель моя была посмотреть землю, на которой вы живете, вашу природу, край. Ну и так получилось, что я вас не предупредил по телефону, хотя ребенок только у вас может, что я приехал и нахожусь где-то в трех километрах от вас. Решил самостоятельно сам найти вас, но немножко заблудился. И даже тогда вам не позвонил. Вот эта гордыня была у меня, что нет, я сам найду вас обязательно и приду как победитель. Но я пришел и понимал интуитивно, что я что-то делал, сделал не то. И для меня было, ну скажем так, очень, собственно, стыдно, да, что это, допустим, ошибка в своих 58 лет. А с другой стороны, приятно, что меня, на моем примере, будут учиться и другие люди, которые будут приезжать по телефону, не ставить свои мнения, как они будут добираться в нарушении того правила, которое огласит вашим путеводителям сюда. Что там написано, то и нужно делать. Вот, поэтому я очень благодарен за ту науку, которую вы мне дали, даже вы 58 лет. Потому что я тоже буду своих близких воспитывать в таком плане, кто меня еще, так сказать, кто меня еще будет слушать. Вот за это вам благодарность. Но некоторые воспринимают прием такой вот отеческий, строгий, как, скажем так, недружелюбный. Ну я поэтому встречаю своих противников и своих друзей, кто как реагирует. Это тоже своего рода лапустовая бумажка, по которой определяется, кто ты есть. Или ты злопыхатель, или ты все-таки человек, который любит православное сообщество, где царит прежде всего Господь Христос, любовь, труд, потому что человек обязан трудиться по Слову Божьему в пути лица. И это здесь я вижу. И очень благодарен, что мне пришлось воочию испытать на себе эти все требования Христа к нашим людям для их спасения. Что у вас еще есть? Вы все выявите. Потому что беседовать, может быть, по скайпу будем после 10 октября, если нужно будет. А так-то я вопросов отмечать и не буду. Все уже отвечено. Много. Только ссылку сделал. Сами читайте, смотрите. Почему я должен отвечать сегодня по-другому, чем вчера? У меня все стоит стабильно, константно. Константно, ровная линия. Я уверовал, принял. Мне не надо толкование придумать. Я православный. Поэтому вы видели, как сегодня я подробно разбираю, кто такой Фефиларт. Какое было детство. Какое у Божьей Матери. Почему ваши дети не здесь. То есть все абсолютно на сегодняшний день именно и сюда. А завтра, завтра планы, какие будут, уж Бог даст. Вот поступила заявка от брата. Он упал на ребра, сломал там, что приехали, помогли убрать картошку завтра, если не будет дождя. Но почему-то в интернете написано, что вот за этим солнечным днем, сегодня воскресенье, 17 сентября, целая неделя будет дождь. Если так, значит, только когда окна будут, когда не будет дождик, это на месте работы. Туда как поедешь и как ты будешь на поле, в грязи. Берется все отложить. Я вот сравниваю вашу общину, которая существует официально с 91-го года, с нашим православным приходом в городе Уридар, Донецкой области. Вот у нас нет такого, чтобы к нам кто-то обратился, с грехожан, с просьбой, вот окажите нам какую-то, какую-то помощь, что-то, сего. Вот нет такого. Пришли на богослужение, помолились и разошлись. Вот нет у нас такой дружбы, как у вас. Вот к вам обращается человек с соседнего села за 20 километров. И он не является вашим родственником. Он знает, что вы тут живете одним духом христианским, и вы поможете. Вот такая надежда, что ему кто-то поможет, и не кто-то, а именно вы, меня всегда вдохновляет, что здесь живут люди отзывчивые. Он уехал, у него была лошадь, там овечки, а там сено негде косить. Он уехал, все оставил. Я предложил собраться все вместе, там сено сколько есть, нагрузить полную машину, ему хватило и отвезти, и во двор заехать, свалить, сметать, прикрыть. Ничего не брать, ничего сделать даже. Вот мое предложение. Враг голодный, скотина у него голодная, накорми. Надо пользоваться сегодняшней моментой. Ко мне подошла сегодня одна сестра и говорит, там говорили, вот он дрова колет здесь, а там зять не помогает, а зять там, ну, матерь из своей тещи сделала. Я же не об этом говорю, что работать мужик парень в армии был, не коллега. Вот, там был, тут уголь забросал. Я говорю, сейчас, в данный момент, кесть на коленках стоит, щурки закатывают. Я говорю, там в моменте, они твои там старые медали трясти ими. Меня так они не поняли. Я не стал отвечать, вижу, что зря. Раз они не расположены, то и... Я сказал, отошел. Вот и все. Как бы продление того разговора. Ну, я вижу, они даже не касаются этого момента. В данный момент он нуждается. А что ты там делаешь, помогаешь, это его не касается, и этим ты его не расположишь. Хоть все сделай. Все на этом. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!